Приветствую! В связи с принятием порядка призыва во время мобилизации постанова 560 следует разобраться и с вопросом отсрочки студентов. При этом, говоря об отсрочке студентов, мы имеем в виду и отсрочку аспирантов, отсрочку докторантов, отсрочку интернов. И сейчас мы посмотрим, что нового в постанове 560 написано в отношении этих категорий людей. Какие условия для получения отсрочки, какие документы нужно подать, чтобы получить отсрочку и какая процедура подачи этих документов. И со всем с этим мы сейчас постараемся быстро разобраться. И для этого будем смотреть текст постановы, включая додатки Донеи. Итак, смотрим. В постанове 560 в первую очередь нас интересует пункт 62, который регулирует как раз вопрос получения отсрочки. И что мы здесь видим? В первую очередь мы должны обратить внимание на то, какие условия получения отсрочки. И мы видим, что здесь отсрочку получают сдобувачи профессийной, профессийно-техничной, фаховой, предвыщей и тавыщей освиты, які навчаются заденную або дуальную формою сдобуття освиты и сдобувают ревень освиты, еще и высшим заранее сдобутый ревень освиты. На что нужно здесь обратить внимание? Собственно говоря, постанова 560 не изменила первоначальные условия получения отсрочки студенту. Здесь так и осталось условия получения отсрочки. Это обучение по дневной либо дуальной форме. Кстати, не нужно путать дуальную форму с дистанционной. Только дневная или дуальная и форма обучения у вас должна быть зафиксирована в вашем контракте. При этом обращаем внимание, что есть и второе условие, что должны получать ревень освиты в высшей заранее сдобутой. То есть, если человек был бакалавром, теперь он может магистром быть. Если он был магистром, то он идет в аспирантуру. И только при таких условиях он сохраняет право на отсрочку. Человек, который раньше учился в магистратуре и сейчас учится в магистратуре, он эту отсрочку сохраняет лишь до конца учебного года, который стандартно закончится 30 июня 2024 года. Конечно, там есть моменты по тем людям, которые поступали не в сезон, скажем так. Там были зимние наборы, весенние. У них это чуть может продолжиться. Там до осени, до зимы. Ну а те, кто стандартно вступил, кто начал обучение с 1 сентября, у тех учебный год заканчивается 30 июня. Здесь сразу хочу обратить внимание на такой момент. Специалист и магистр – это один уровень образования или нет? Может ли человек, имеющий специалиста, пойти обучаться в магистратуру? Отвечая на эти вопросы, скажу следующее. Действующим законодательством предусмотрено, что магистр приравнивается к специалисту, и, соответственно, человек, который был раньше специалистом, сейчас учится в магистратуре – отсрочка до конца учебного года. Все, дальше отсрочки не будет. Также хочу обратить ваше внимание на то, что других условий здесь нет. То есть здесь нет условия про контрактную или бюджетную форму обучения. Это не имеет значения. И контракт, и бюджет имеют отсрочку. Не важно, по какой специальности человек обучается сейчас. То есть если у него предыдущее образование и текущее по разным специальностям, отсрочку он все равно сохраняет. С условием разобрались. Теперь идем дальше. Что нужно делать? Как получить отсрочку студенту? Здесь написано. Для отрывания вид строчки, вид призову, печат мобилизации, надают до РТЦК от АСП и дальше перечень. Но, во-первых, мы поняли уже с вами, да, чтобы получить отсрочку, нужно обратиться в ТЦК и АСП. Ничего нового в этом нет. А вот что есть новое – это какие документы нужны для получения отсрочки студенту, аспиранту, докторанту, интерну. И вот здесь вот они сразу пишут, что должна быть доведка здобувача освиты, сформована в ЕДЭБО, это единая державная электронная база с питания освиты, документы, нотариально засвеченные копии документов, что подтверждают зарахование на навчание до интернатуры, сгодно с додатком 5. И вот тут разберемся, что это за документы и где их взять. Но начнем мы не с этого документа, а с другого, с документа, о котором здесь не написано. А что это за документ? Да это заявление о получении отсрочки. И форма этого заявления тоже утверждена постановой 560. Вот мы ее сейчас посмотрим. Вот такая форма этого заявления. Вот здесь, вот обращаю ваше внимание, вот здесь. Вы напишите, вид на представе абзацу 1, частыны 3. Запомните это. Абзац 1, часть 3, статьи 23, закона про мобилизацию. Ну, остальные данные, я думаю, вы заполните. И без меня тут никаких пояснений не требуется. Единственное, что хочу сказать, вот эта форма заявления, я ее перевел уже в вердовский формат, чтобы вам удобно было ее заполнять. И по ссылочке в описании к этому видео вы можете перейти, скачать эту заяву и, соответственно, пользоваться. Только напомню, что абзац 1, часть 3, здесь должно быть указано. Идем дальше. Какие еще документы нужны? Довидка. Вот эта довидка. Прост добывача освиты за данными с единой державной базы электронной базы с питанием освиты. То есть, теперь не нужно справку с университета брать, не нужно брать там наказ, не нужно брать контракт нести. Указан один документ. Довидка с ЕДЭБа. И, конечно, у вас вопрос, а где взять эту довидку с ЕДЭБа? Ответ прост в ЕДЭБа. Ссылочка есть в описании к этому видео. Вы заходите по этой ссылке, авторизуетесь. Можно через ДИЮ, либо через электронный питпес. И там нужно вам заполнить будет, что там, три графы только, да? По-моему, фамилию, имя, отчество. И все. Вы зашли туда, заполнили, и вам выдается эта довидка. Конечно, кто-то скажет, ух, как хорошо, как просто. Но не все так просто, друзья. А знаете, почему все не так просто? Я зашел и сделал эту довидку уже на одного из своих клиентов. И знаете, что мы увидели? А мы увидели, что ЕДЭБа генерирует другую форму. Вот так вот. Другую форму. То есть студент, сейчас который туда зайдет и сгенерирует эту довидку и пойдет с ней в ТЦК, ему с большой вероятностью скажут, а вдруг ты же не по той форме принес справку. Почему не по той форме? Ну, там как минимум нет вот этой информации. Видите, вот здесь внизу QR-код должен быть. И тут должен быть сертификат, питпейс, она. Ну, все данные должны вот эти быть, которые подтверждают, что это довидка сгенерированная из системы. И ТЦК, получается, можно уже по QR-коду проверить эту справку. Что интересно, QR-кода нет. Ну, а я надеюсь, что в ближайшее время они это исправят, и все-таки генерироваться будет уже правильная форма. Но пока, к сожалению, она не такая, и это говорит о чем? О том, что, скорее всего, пока вот студенты в подвешенном состоянии. Как будет решаться этот вопрос? Это большой вопрос. Теперь, что касается интернов. Помните, там было написано, что в додатку 5 зазначено, какие документы нужны. Вот здесь указано, опять же, довидка, которая в единой державной электронной базе. Или довидка закладу освиты про зарахувание на навчание до интернатуры. Та, вот обратите внимание, та довидка закладу охороны здоровья про место работы на посаде ликаря интерна. И если вернуться снова нам сюда, в эту постанову, мы увидим, что это документы должны быть в оригинале, либо нотариально засвечены копии. Но это то, что касается уже интернов. Вот такие условия получения отсрочки студентам, аспирантам и докторантам по постанове 560. Надеюсь, что я ответил на все популярные вопросы и попрошу вас теперь, если вы считаете, что данное видео было полезным, поставить ему лайк, подписаться на мой YouTube канал, а также приглашу вас в свой телеграм-канал. Ссылочка есть в описании к данному ролику. На этом у меня все. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok